Бывший генеральный директор горнорудной компании и «Автодор» Валерий Ширяев обжаловал приговор святых Карского суда. Столичная Фемида признала его виновным при своении средств предприятия с использованием служебного положения в особо крупном размере. В апреле прошлого года региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по материалам совместной проверки с прокуратурой КУМИ. Правоохранители выяснили, в 2016-2017 годах руководитель предприятий, который является госсобственностью, начислил себе две годовые премии в 3 миллиона 233 тысячи рублей с нарушением обязательной процедуры без согласования с акционерами. Валерий Ширяев и на следствии, и в суде вину свою полностью отрицал. Он указывал на то, что его действия были законными, то есть он действовал в рамках имеющихся положений, устава, а также полномочий, которые ему были предоставлены акционерами. Были разговоры, как он пояснил в суде, с собранием акционеров, то есть непосредственно членами данного исполнительного органа. Вместе с тем в суде последние пояснили о том, что это были лишь разговоры, и многие советовали ему все-таки обратиться с писемным уведомлением о возможности принятия соответствующего решения. Сыктывкарский суд счел вину Ширяева в присвоении доказанной, но свободы лишил условно сроком на 3 года. Кроме этого, запретил занимать руководящие посты в коммерческих организациях в течение двух лет. Сумму незаконно численных премий обязал вернуть предприятию. Бывший гендиректор и его адвокаты воспользовались правом обжаловать приговор в апелляционном порядке. Продолжение следует...